Тоттенхэм более чем на 100 миллионов евро. Игра стартовала. Первый полуфинал. Кубка Ауди 2019. Реал против Тоттенхэма. Итак, составы играющих команд. У Реала в воротах сегодня Кейлор Навас, номер первый, четвертый. Точно играет на Эриксона. Тотт в одном касании. Роуз с мячом. Ну и вот так, неспешно. Посмотрим сегодня еще на скорости, на физическое состояние. Понятное дело, будет достаточно замен в этом матче. Ну и до три Тоби Альдерверельт. Номер четыре Хуан Фойт. Номер двадцать один Эрик Ламело. Номер одиннадцать Кристиан Эриксон. Номер двадцать три Гарри Уинкс. Номер восемь Ндомбелле. Номер двадцать груз будут опытные футболисты. Но тем не менее, кстати, у Почетина довольно часто, ведь молодым игрокам дается шанс. И не просто так разово от взялся в проблемное время и стал звездой не только английского, но и мирового масштаба. В Тотт на Хэме в этом смысле, наверное, молодежи, что именно после таких релозов угловых, совершенно необязательных и что-то опасное возникает. Тоги розыгрыш. Дело доходит от этого Эриксона, который был. И оправдание, конечно, в пользу бедных, но бабахнуло, конечно, громко. Семь-три в итоге. И вообще этот матч, наверное, это по смысл. Да, сколько угодно можно говорить о том, что это предсезонный сбор, но такие поражения запоминаются даже и в товарищеских матчах. Сейчас здорово поборолся Азар за мяч. Правда, Лукасу Васкесу его не удалось из себя задержать. И Тотт на Хэм по-прежнему с мячом на протяжении последних двух минут, так уверенно, вообще не выпуская, терялся его половину поля. Это Винкс. Ламелан. Да, на Винкс, на Винкс. Да, еще на. Снова не может Триал за мяч никак зацепиться на чужой половине. Ламелан. Кстати, движение Ламелы сейчас нравится в эти минуты. Такая у него позиция атакующего полузащитника. И он регулярно оттягивается ближе к левому флангу. Но он сам левша. И к середине поля очень здорово связывает партнер. Тут недавно состоялось «Готовы». Так что Марселу действительно не лучший матч провел. Сейчас здорово сыграл в отборе Родриго. Молоденький совсем бразилец. Набирает ход по центру. Играет на Лукаса Васкеса. Получается. Молоденький что-то. Может произойти с ним на поле. А может быть и все-таки собираются на него какую-то ставку делать. Вот он Роуз с мячом. Регулярно, кстати, так смещается такой полуфланг. Заброс. Это момент. Аппель международный кубок чемпионов. Это пища для размышлений, наверное, в гораздо большей степени для тренеров, чем для нас, зрителей и болельщиков. Но Реал, конечно... Ну а дальше уже Роуз атаку прервал. Вот интересный был момент, когда Модрич в середине поля владел мячом и собирался сделать длинную передачу. А сразу на одной, с одной линии буквально стартовали Азар и Бензама. Да, практически как пара нападающих. И оба. И гримаса такая зидановская попадает в кадр. В общем-то не очень он доволен тем, что команда очень быстро теряет мяч. Ну вот перевод от Рамоса. Великолепно. Азар выдвинулся за спину, а Бензама предлагала бы грацинизм. Веймукс. Начало новой атаки. Тоттенхэм это довольно жесткий прием. Приходится в сезоне искать, что он стабильный, как Криштиану. Работал бы на протяжении всего сезона довольно трудно. Но, конечно, потеря просто колоссальная. И ограничен теперь в выборе. Васки пока не собираюсь. Не дослужился. А вот Тони Кросс, конечно, заслуженный. Такой персонаж для истории немецкого футбола. В конце концов, он, кстати, еще и до Мадридских всех этих подвигов в составе Бабси. И по оборону пасан. В итоге пошла контратаку Реала. Бензема с Родригой здесь не идеальным образом взаимодействовали. Очень интересно тоже будет посмотреть, как в итоге будет выглядеть атака Реала в том плане, когда вернется Йович, Венисиус. Выбор-то. Ты говоришь, что катастрофа, да, там, потеря осенствия. Да, важный игрок выбыл, но, тем не менее, выбор-то будет. Приобретенных игроков или того же Венисиуса, который второй сезон в Реале проводит. Просто одному 18 лет и от него требуют, что вот он сейчас должен понести знамя. Это слишком. Регулярная основа. Это ему тоже предъявляли в качестве претензии, что лидер должен вести. А, кстати, сам Асенсио говорил по ходу прошлого сезона, что я еще не готов быть лидером такой команды, как Реал. Но это, безусловно, большого таланта игрок. Хотя, конечно, по составу Реал упакован что надо. Это при том, что еще Бейл явный, как мы выяснили, теперь баланс для клуба. И Махамес тоже. Слажается атака, Ломайло пытался мяч добить. И опять великолепен просто Кейлор Навас. Один из самых недооцененных игроков, но уж в Реальте точно. Хотя, с его заслугами и выигранными лигами чемпионов и прочим, соперника и здесь уже Харикей. Ну что ж, по поводу Наваса, да, надо сказать, до сих пор непонятно, да, что сыграл не в лиге чемпионата, а вообще в чемпионате. И, в общем-то, конкуренция будет, судя по всему. Да, конечно, и можно вспомнить, что когда произошла смена тренера в Реале в прошлом сезоне и ушел Лапитеги, то сразу же в ворота был поставлен именно Тибо Куртуа. Новое приобретение. Ну вот, наконец-то, да, выше. Начали играть полузащитники Реала, прессинговать, отнимать мячи. Кросс во второй раз в этом матче бьет. Он за прошлый сезон в чемпионате не... В прошлом сезоне именно Бензима на себя взял роль. Нет, не дали углового, судя не увидели этот рикошет. Именно Бензима стал... Да, мы уже начали об этом говорить. Он меньше новостей, меньше каких-то трансферных телодвижений. Просто тот, как он сейчас лучше выглядит. А интереснее обсуждать. Роуз, Кейн, это Эриксон. Жесты, мимика, безоценка с арбитром. Короче говоря, такое ощущение, что Реал уже хочет дотянуть до перерыва. И там уже понять, чего с этим делать. Но еще долго тянутся. Атака Реала для одной из лучших за этот тайм. Эриксон. Такой фирменный Азар готовил удар, да? Как бы обводящий в дальний угол. Но все равно пока такое ощущение, вот резкость не там у него, да? Бег не тот. Ну, много было сказано по поводу вот этих пресловутых. Опять же, есть несколько атак. Интересны атаки через правый край, потому что регулярно идут такие прострелы на второй темп, да? Не на форварда, который там на ближней штанге пытается мяч подправить. А на второй темп. И у Бензема был шанс, и у Азара. Ну и Кросс несколько хороших передач в разрез исполнил. Вот, наверное, и все. Из футболистов, которых можно считать игроками обоймы основной, у Реала сегодня в запасе Хосе и Игнасио Начо, есть Альважли. 43 минута, заканчивается 1-0 в пользу Тоттенхэма по счету. И, наверное, где-то 8-1 по моментам. Подача в штрафную и еще один шанс. Да, это точно не. Да, это правда. Как раз вот как в кино. Атмосферы не достает, да. Я думаю, если бы мы с Михаилом ими с трибуны Альянса Арена, да, кстати, надо предложить. Не с командами там 28-х лиг, каких-то стран для набора формы, а со своими соперниками по премьер-лиге. Тут сразу видно, что это было что в Катаре, что в Австрии соревновательный подтекст, хоть его тренер.